Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. А сейчас время региональных новостей. В эфире телерадиокомпания «Анапа-регион» и я, Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Программа газификации в действии. В этом году голубое топливо подведут еще к двум хуторам Анапского района. Борьба с контрафактом алкоголем продолжается. В ходе рейдовых мероприятий было изъято 420 литров нелегальной продукции. Снова в строю. После восьмилетнего перерыва анапская команда приняла участие в спартакиаде инвалидов Кубани. Детский развлекательный парк вместо уличной торговли. Именно этого добиваются городские власти и ждут анапчане. Уже освобождена пешеходная зона от уродующих ее торговых рядов. Важно не допустить возвращения рынка и на будущий год. Инвесторы, которые готов вкладывать средства в создание нового места отдыха, будут оказывать всестороннюю поддержку. Книга «Джунглей» так называется этот проект, реализация которого тянет ни много ни мало на полтора миллиарда рублей. Соглашение делегация Анапы подписала на международном форуме в Сочи. Инвестор готов благоустроить детский парк, установить там аттракционы и создать зону отдыха. Территория, свободная от торговли, такой ее помнят старожилы. Но в 2010-м начались губительные для парка процессы судебными решениями. Муниципальная земля стала частной. С тех пор о детском прошлом здесь ничего не напоминало. Торговцы заняли парк. Бороться со стихийными проявлениями сложно. Городские власти прошли не один суд. Но в этом году торговые ряды демонтированы. Сохранить такое положение дел и начинать благоустройство, несмотря на противостояние коммерсантов. Но мы должны доказывать делами свою правоту. И сегодня, я почему говорю, если сейчас, у Сергея Алексеевича говорит ключевую фразу, если сейчас не начать, весной это бодро летит. И они не смогут с ними ничего сделать, и мы не сможем ничего сделать. Они за одну ночь нам появятся. Поэтому сегодня надо мощно противопоставить все. И они же и ограждение установят, и благоустроят территорию. Хотя бы фасад. А раз мы госевую улицу сделаем, потом пойдем внутрь. Без кафе и ролета в детский парк будто вздохнул. Хорошо просматривается перспектива. Зеленая красивая аллея и благоустроенный путь к морю. Реализации этих планов анапчане будут искренне рады. Что здесь было много очень палаток. Торговля такая была. Не очень было приятно, конечно, ходить. Потому что вот эта вот торговля, вот этот шум, гамбис, все люди. Уже и так достаточно, наверное, в городе торговых мест, чтобы торговать. А деткам хорошо было бы, я думаю, здесь, в эти площадки, горки какие-то. Мы постоянно ходим сюда, гуляем в этот парк. Вот раза два-три в день выходим сюда на прогулку, вот к морю идем. Уже на будущий год инвестор планирует установить в парке колесо обозрения. И обещает, что оно будет самым высоким на Черноморском побережье. Начались работы по газификации хуторов «Вестник» и «Усатого балка». В этом году к ним проложат газопроводы высокого давления. Затем начнется прокладка сети вдоль улиц. В Анапе действует программа газификации до 2022 года. Кроме того, строятся межпоселковые газопроводы. Это дорога к хутору «Вестник». Вдоль нее прокладывают более двух километров трубы. Она из пластика. В земле не гниет, поэтому газопровод прослушат долго. Работы планируется завершить до конца ноября. Сложности скала. Здесь есть скальный грунт, чтобы его проходить вовремя. Надо менять копши дополнительные, средства выделять. Но все это у нас есть. Все идет, все движется, все успеваем. В хуторе построят газораспределительный пункт. Затем можно будет монтировать сети внутри города. В «Вестнике» около 250 дворов. Жители говорят, что газ с одной стороны ждут, потому что топить дровами и углем дороже, а с другой стороны переживают, что не потянут стоимость подключения. Предполагают, что речь может идти о двух-трех сотнях тысяч рублей. В городском управлении капитального строительства призывают не верить слухам. По опыту это порядка 50 тысяч рублей на один двор. Это и возведение сетей низкого давления, и подключение самих подворий к этим газопроводам. Газопроводы низкого давления – это трубы, идущие от газораспределительных пунктов. Их принято красить в желтый цвет. По федеральному закону 80% их стоимости оплачивается из регионального и городского бюджетов, а 20% – это деньги населения. Мы сегодня, ведя эти газопроводы, находим понимание жителей. Они понимают, что это не наша придумка. Это государственная программа, которая предусматривает участие самого человека. Также газ подводят к хутору Усатого Балка. Пока речь о первой очереди проекта. Эту часть газопровода планируют сдать в следующем году. С ее пуском газ появится примерно в 200 частных домах. Запуск второй очереди намечен на 2018 год. В Анапе действует программа газификации до 2022 года. Также строятся межпоселковые газопроводы. Ход работ напрямую связан с выделением денег из вышестоящих бюджетов. По поручению главы Анапы Сергея Сергеева, представители городской администрации совместно с сотрудниками полиции ежедневно проводят рейдовые мероприятия по выявлению торговых точек, реализующих незаконную алкогольную продукцию. В ходе такого рейда вчера было установлено, что в магазине «Дегустация Вин», который расположен по адресу села Витязева, улица Черноморская, 138, реализуется алкоголь без разрешительной документации. На владельца торговой точки было составлено два протокола по статье 1 Кодекса об административных правонарушениях, части 1 и 2. Сотрудники полиции изъяли 420 литров алкогольной продукции. В Анапе продолжается борьба с незаконно возведенными объектами. В этот раз в поле зрения сотрудников муниципального контроля попал торговый павильон, который без каких-либо разрешительных документов собственники расположили прямо на тротуаре в районе Центрального рынка по адресу Красноармейская, 13. Предприимчивые владельцы, видимо, решили, что проще получить единовременную выгоду и проигнорировать предписания, которые были оформлены ранее. Впрочем, много заработать не удалось. Собственников уведомляли о необходимости демонтировать конструкцию собственноручно. Ими был выполнен только, забрали товар. Конструкция так и осталась на месте, поэтому управление муниципального контроля совместно с МКО «Ремстрой» осуществили демонтаж. Ларек будет отправлен на штрафную стоянку в поселок Цибанабалка. С 29 апреля на межведомственной комиссии было принято решение о сносе более 100 объектов некапитального строительства. Большую часть собственники убрали сами, но 20 строений еще ждут своей очереди на снос. За год объем оказанных платных услуг населению Кубани превысил 300 миллиардов рублей. Эти данные опубликовал Краснодарстат. На первом месте ЖКХ. Далее жители края активно пользуются общественным транспортом и такси. А вот среди бытовых услуг выделяются две – техобслуживание машин, а также ремонт и строительство домов. На четвертом месте расположились интернет и мобильная связь. Общий объем всех оказанных в этом году услуг населению превысил 300 миллиардов рублей. Анапчане заняли третье место на спартакиаде инвалидов в Кубани. Специалисты признали, что были удивлены такому результату, потому что спортсмены из города-курорта возобновили свое участие в краевом турнире после восьмилетнего перерыва. В отдельных дисциплинах любителям противостояли участники чемпионата России и паралимпийцы. Третье место в командном зачете на краевых соревнованиях. Спортсмены говорят, что выступали именно как команда. Сергей Беляев занял пятое место в турнире по настольному теннису, но говорит, что с учетом уровня соперников для него это высокий результат. Знать о том, что там чемпионы по России были, колясочники по настольному теннису, уровень очень высокий. И пятое место для меня это огромное достижение здесь, на краевых спартакиаде. Рината Черниченко товарищи по команде отговаривали от участия в плавании, потому что соперники были сильны, но он был настойчив и занял четвертое место. Да, я знал то, что попытаться, но проплыл. Места пусть и не призовые, но командная копилка пополнялась очками. Первое место занял Александр Свекольников, обыграв всех в шахматы. А Никита Ванков собрал сразу три золота в плавании. Ранее он увлекался данным видом спорта, после травмы нырял с аквалангом. Теперь, можно сказать, возвращается в спорт. Полностью все лето, каждый день, 30 дней в месяц, это тренировки в море я плавал, занимался. И погодные условия, когда уже перестали позволять, мы попросили заниматься в Золотую бухту. Еще есть много куда расти и по технике, и по силам, по возможности еще есть. Как бы до потолка далеко еще. Александр Герасимов стал вторым по игре в бочи. Очень недолгое время, как бы, в течение этого года я вот начал. Я работаю в санатории Анапа, и вот мы там тренируем, я помощник спортинструктора, и как бы в бочи мы там тренируемся. Для многих на турнире результат анапчан оказался сюрпризом. Восемь лет у города-курорта не было своей команды. Ребята с готовностью откликнулись, все поехали, собирались быстро достаточно, потому что, в принципе, неожиданно поступило предложение, давайте сделаем так. В наше выступление, я считаю, что удалось на все 100%. Мы, в принципе, не рассчитывали получить третье командное место. И те результаты, которые мы показали, сами за себя говорят. По словам Оксаны Замулы, идет фактическое возрождение клуба для занятий адаптивными видами спорта, во многом при содействии городской администрации. Участники движения надеются, что первые ощутимые результаты будут видны уже до конца текущего года. Уважаемые жители и гости Анапы, сообщаем вам телефоны дежурной части Дорожно-патрульной службы ГИБДД города-курорта, принимающую информацию в том числе и произошедшем в дорожно-транспортном происшествии. Код города 86133, телефоны 3302 и 33010. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса.